ну наконец-то мы добрались до деревянного черепа кто не в курсе это замыкающий элемент в нашем новом тотеме если это вам ни о чем не говорит и вы на этом канале впервые то специально для вас хронология всех видосов в описании рекомендую ознакомиться но мы начинаем ты разбираешься что здесь нарисовано и что получилось можно хотя бы черным сделать контур и типа глаза обозначить нет а это внутрянка надо контур все допустим как-то вот здесь вот обвести без проблем сразу говорю у нас не было ни малейшего представления как следует вырезать настолько детальные изделия все решения принятые нами в этом ролике были сплошной импровизации основанные на каких-то базовых представлениях о резьбе по дереву на мой взгляд это самое интересное когда ты не знаешь что у тебя получится по финалу сейчас будешь получается болгаркой дохерачить на протяжении всей работы не покидала мысль так а теперь что делать сложно сложно нихуя непонятно сложно если подумать череп то в этой деревяшки уже есть нужно просто взять и отрезать лишнее но это легко сказать а вот ты возьми и отрежь лишнее и где это лишнее поди разбери уже на этом этапе стало понятно что наша разметка крайне слабо отвечает на эти вопросы задача на этом этапе передать заготовки хоть на сколько-нибудь похожую форму таком ремесле нужно иметь уже сформированное трехмерное видение подобных изделий что у меня например напрочь отсутствует но так нельзя сказать о раме честно в этом проекте он мне приятно удивил пока я стоял тупил пытаясь представить как из этого может получиться череп он постепенно накидывал линии и отсекал те участки которые бы помешали добраться до следующих элементов в основном по этому принципу и проходила вся работа 50 процентов ну да можно так и крепить можно и врага численно и пошли закрасишь он фломзики лежат так а теперь не бок морду тут кстати более понятнее где чем убирать потому что это схематично надо размечено где-то глаза пойдут тут у него получается нос надо выбирать вот эту часть вот эту так и получается вот вот это ноздри болгарочка со специальным диском по дереву оказалось крайне эффективными злая штука слушай она же она же вроде по диагонали должна быть подрезана у нас думаешь конечно вот так не я типа она во время из передней кости на вот так вот идет а потом она все равно еще большая такие вещи за один день не делаются сами понимаете тут главное не торопиться потому что обратно нарастить древесину это мягко говоря очень и очень сложно поэтому когда приходила усталость мы расходились по домам чтобы на следующий день приступить к работе с новыми силами и со свежим взглядом перед тем как наступит новый день и мы продолжим крафт свежие новости у меня появилась возможность снабдить вас дополнительным материалом кликните на кнопочку спонсировать я вас там встречу и все расскажу там вас ждет много интересных плюшек вплоть до возможности смотреть секретные ролики и голосовать какими проектами мы займемся дальше обязательно загляните возможно это именно то что вам захочется что рамочка незаконное производство оружия неплохо машина мало ему тотема прикольно когда он все успевает врача нормально сейчас мы обчешем прилежем уголочки зачешем накладочки на рукоятки вот так она должна быть поэтому она смотрится кривой с одной стороны смотреть так то он кривовато так ощущение как будто на пропорции ушли она просто вот тут отрезать лишнего тогда он будет нормально смотреть тогда и глаза на одном уровне останутся ну а сейчас начинается сложная и кропотливая реализация уже заранее намеченных планов нужно втопить границу между носовой и межчелесной костями за основу был взят образ черепа парнокопытного животного а точнее коровы или быка приступаем к ноздрям если можно так выразиться болгаркой тут уже не подлезть поэтому в делу вступают старые добрые резцы о сквозных отверстиях речь не идет мы режем не точную копию это авторская интерпретация черепа в котором мы вольны изменить все что угодно в сторону приятного эстетического вида креативный подход никто не отменял елка слои то есть это ты зашлифуешь но вот это вот дрожь поднимется вот этот ворс если пропитывать чем-то таким что на водной основе это все поднимет ворс да поэтому будем просто крыть краской но движ вроде ровно да 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 вопрос покрытием еще открыт кто шарит напишите пожалуйста в комментариях стоит ли пропитывать древесину перед покраской и лакировкой ладно с детальками повременим время вернуться к фундаментальным вопросам происходит формирование скуловой и лобной кости и здесь сами того не замечая мы начинаем отходить от канона на щелестью там вообще ладно потом давайте по порядку на очереди макушка и с ней у нас не все так однозначно так как верхушка тотема будет устремлена в небо мы решили что теменная и височная кость в своем классическом виде будут смотреться не очень и решили сделать затылок округлым как у человека на каком-то этапе появились сомнения а стоит ли вообще так делать но по итогу вы увидите как пиздат она смотрится глазки а чё глазки глазки сверлить надо долго отмечали чтобы они получили симметрично но если чё немного вот такой косоглазый ну а без этого никуда сейчас косячить смерти подобное так но если так то даже он не косоглазый будет нормально прекрасно чтобы глазницы выглядели естественно их следует расширить что себя патологоанадом а вот эти квадратики это как раз запас из которых будут вырезаться надбровные дуги и скулы ну и так на всякий пригодится еще пару часов танца с болгаркой и у нас вырисовывается вот такая вот картина да да уже что-то да я бы даже больше сказал все основные формы приведены в порядок все на месте кайф тут должны пойти зубы накатаем вот так что думаешь что ты думаешь начинаем работать над челюстью тут вообще бы не должно быть нужно по максимуму притопить вот эти области создать несколько уровней погружения для верхней и нижней челюсти и где-то между ними должны находиться зубы все это нужно держать в голове потому что когда начинается резьба первым делом отлетает вся разметка поэтому очень важно либо сфоткать либо запомнить как это все было с этого ракурса вообще на какого-то крокодила похоже пока все схематично скруглять углы будем ближе к финалу работа идет одновременно с обоих сторон дабы не проебать пропорцию где-то ставим место под десну еще тесно будет сложно будет тогда зубки маленький совсем покажется тут можно было подвесить он что же подвешивать подвесил все и гибким валом но так как я у сломал значит как сломал а вот так никогда не делайте на коленке дремелью вот так замотала фризу намотала на этот на фартуке 2000 теперь рамыч из патолога анатома превратился в дантиста бормашинка с тонкой насадкой идеально подходит для этой задачи где вы видели у коровы острые зубы у нас острые хищная корова а что тут получается нужно еще втапливать да в кое-каких минут уже тут вот эту часть все втапливать чтобы они выделялись то где сна заканчивается и тут где-то так десна до чуть-чуть сюда ну вот так и обозначить что можно и чуть сместить а чем больше работы сейчас возьмем вот это возьмем вот это возьмем видите не везде бормашинка решает в некоторых местах все же проще обойтись резцами ну скотина и То есть он уже не такой злой. Блин, как же я кайфую с этих звуков. Да и вообще резьба очень медитативный процесс. Просто попробуйте как-нибудь замутить себе брусочек липы и пару резцов. Поковыряйте. Отвечаю, получите крайне приятные впечатления. Сырая. Кусок смолы. Да. Черновой вариант выглядит как-то так. В принципе, все то же самое было проделано и со второй стороной. Не буду тянуть и сразу покажу результат. Поперло скругление. Некоторые части черепа становятся более выразительными. В общем, его выдрачивать можно было бесконечно. Но так как у нас есть кое-какие временные ограничения, стоит вовремя остановиться. Шлифовка впереди и чрезмерное упорство может оказаться лишнее. Это не касается зубов. С ними почти уже финальный. Прибираем все сколы и выравниваем промежутки между ними. Не, ну красивый. Я прям брусь. Но что-то в нем все-таки не хватает. А, ну конечно, рога. Мы долго выбирали, какие рога хотим видеть на нем и решили остановиться на прямых. Можно было, конечно, набрать всяких веток из леса и замутить что-то наподобие лосиных. Такие размашистые. Но что-то не. Хочу прямые. Стильные. Пока рама колдовал над формой и смотрел, как их лучше спозиционировать, я тем временем зашлифовывал лицевой бугор. Ну и вообще приводил в порядок всю внутрянку. Рога будут состоять из двух элементов. Там основная часть приклеивается к маленькой, чтобы задать необходимый угол уже на черепе. Да и с ним я почти уже закончил. Пришло время задать связь между ним и нашим движением. Меня часто спрашивают, а почему я выбрал биохазард в роли своего логотипа? Отвечу так. Я считаю, что этот знак намного древнее, чем люди привыкли его воспринимать. В нашей культуре он означает биологическую опасность. Но, как по мне, он несет абсолютно другой смысл. Каково было мое удивление, когда я обнаружил его на обложке книги Ямамото Цунетомо, Хагакуры. Не знаю, современники налепили его туда, или же древние японцы шарили за его трактовку, ХЗ. Для меня он олицетворяет три единства. Это связь между материальным, ментальным и чем-то большим. Они сходятся в один центральный круг. А вот он уже и олицетворяет человека. И каждый раз, когда я на него смотрю, со временем вижу что-то новое. Сильный символ. Чувствую с ним очень естественную связь. Хочу нанести его на свежеотшлифованный лобешник нашего черепа. Он будет выгравированным и закрашенный каким-нибудь кислотным цветом. А вот и рога поспели. Дадим им немножко изгиба. Должно смотреться просто бомбически. Тем временем пошла уже четвертая неделя, как мы ковыряемся с этой головой. Сами понимаете, с такими сложными проектами выкладывать видео раз в неделю просто нереально. Я хочу вас спросить, как лучше бить проекты на несколько частей и выкладывать их почаще, либо выкидывать такие длинные ролики, но намного реже. Напишите в комментариях. Оставлять рога гладенькими нет абсолютно никакого желания. Скучно. Обрамляем их спиралевидным узором. Он еще кое-где профигурирует в нашем тотеме, но это вы увидите в финальной части. Обмотав рог тоненькой клейкой лентой, мы обозначили границу, где пройдет углубление. Соблюдая количество колец, даем абсолютно симметричный узор на втором экземпляре. Что ж, осталось их только закрепить. Как-то вот так. Вот как раз подходим к углу, вот к этому. И вот здесь мы тоже подходим к углу, к этому. Ну, угол мы не должны запройтить. Вот, блядь! Просто так это сделать не получится. Нужно подготовить место крепления. Вырезать площадку и элемент фиксации на самих рогах. Кто же покупает? Вкручиваем саморезы для надежности. Дозабиваем все щели смесью клея и стружки. Вуаля! Когда все это дело подсохло, срезаем излишки и локально зашлифовываем там, где это требуется. Вместо, где утоплены саморезы, зашпаклевываем шпаклевкой по дереву. Она белая, но это не важно. Все равно вся черепушка скоро отправится под покраску. Ну и всякие стрёмные торцы тоже заваливаем заодно. Как все подсохло, снова все выравниваем, и вот он красавец. Господи, это было так потно. Дорогие мои, если вы досмотрели до конца и вам зашло, то влепите нам лайчонку, по-братски. Это будет неоценимый вклад в развитие нашего канала. На носу финал, и я очень не хочу, чтобы вы его пропустили. Ютуб иногда косячит с оповещениями, поэтому тыкните колокольчик, так мне будет спокойнее. Напоминаю еще раз про дополнительные материалы во вкладочке «Спонсировать». И наши инстули все так же в описании. На этом все. Всем удачи. Пока.